я теперь как прихожу теска так сразу смотрю на этих чудесных оленей вот такой вот мужской вариант опять свитера 26 евро или 20 фунтов он стоит супер расцветка я вам никогда не показывала друзья может быть кто-то не знает хочу показать есть одна такая вещь очень хорошая вот видите драй шампунь то есть сухой шампунь называется вот он в аэрозольной упаковке продается иногда конечно дешевле можно найти на здесь видите три фунта он стоит но я все равно его куплю потому что сейчас когда холодно я извиняюсь конечно за такие подробности но вот мне в моей холодной квартире иногда вот я через день обычно мою голову и голову помыть не представляется возможным я все еще никак не могу свой бронхит вылечить из-за этой дурадской сырости так вот вот этот драй шампунь он меня спасает просто брызгаете потом расчесываете расческой взбиваете волосы и они у вас сухие то есть вот вся жирность уходит вот кто не знает у нас они тоже продаются в россии и наверное может быть в других каких-то странах бывшего советского союза наверное посмотрите найдете если кто не пользуется очень рекомендую уважаемые привет друзья посмотрите какой у нас океан сегодня шикарный несмотря на то что сегодня ветер получится ли у нас без шума показать вам эту всю красоту а красоту хочу вам показать потому что не всегда нам удается посмотреть вот такой прибой в океане и я почти уверена что каждому нравится такой шикарный прибой но не каждый может его узреть вода сегодня у нас полная посмотрите я стою у самой стенки и уже вода подходит ближе и ближе прилив сегодня у нас уже конец ноября погода ноябрьская то холодно то ветер то опять вроде немножко налаживается температура посмотрите как шикарно выглядит напротив портсмасс особенно когда он освещается солнцем он он выглядит как просто белая жемчужина мне кажется так или иначе ветер будет микрофон шуметь поэтому сегодня что-то рассказывать вам здесь у нашего шумного океана я не буду наверное просто погуляем с вами немножко насладимся этой красотой вот я хочу еще раз друзья поблагодарить всех кто заходит на мой канал так или иначе кто смотрит мои видео и кто разделяет мои мысли по поводу вот нашей жизни по поводу пребывания в англии по поводу возраста друзья опять же много разных мыслей что поделаешь наверное никто не хочет стареть но как говорится единственный единственный путь чтобы жить долго это вот старение друзья и чем дальше мы можем оттянуть этот момент тем наверное лучше для каждого из нас кстати вы знаете вот сейчас говорят что связи с тем что жизнь у нас вообще пошла по-новому как вы понимаете и сейчас вот наверное мы такое первое поколение мы я имею ввиду рожденные 50-х годах прошлого века тем которым сейчас за 50 за 60 это вот пожалуй первое такое поколение которое чувствует себя прекрасно в таком возрасте и весьма активные все весьма позитивные прекрасно выглядящие имеющие прекрасное здоровье в основном вот так мы в этом плане как говорится первооткрыватели не было такого еще чтобы вот люди возраста 50-60 лет а то и 70 лет чувствовали себя активными прекрасными прекрасными бодрыми вот поэтому тут здесь узнаете кто-то сейчас пытается давать какие-то рекомендации вот но ничего особенно сказать по этому поводу нельзя вот хотя бы даже смотрите вспомним наши восемнадцать восемнадцатого девятнадцатого века какие-то книги да какие-то романы ну вот хотя бы нашего пушкина взять наше все и его роман евгений онегин вот вспомните татьяна и ее сестра ольга были молоденькие весьма вот а уже мамашу их считали старушкой в чипце которая только и могла что сидеть может быть летом варить варенье зимой вязать какие-то носки понимаете что происходило а ведь если учесть что тогда замуж выходили довольно рано уже в 20 лет наверное девушку старались выдать чтобы она не дай бог не засиделась то есть понимаете вот в 20 лет ее выдали замуж она родила де этих девочек девочкам сейчас 18 то есть получается что ей-то всего 38 максимум 40 лет этой старухи которую матери татьяны лариной понимаете о чем я говорю то есть женщине было максимум 40 лет ее записали в бабки и возьмите другие какие-то такие же произведения я не знаю ромео джульетта вот это уже не наша страна это там шекспир писал верона и там тоже самое ромео и джульетти они были совсем дети им было по моему сколько там 14 лет до 13 14 лет и сколько же было их родителям тогда ну наверное тоже 30 с небольшим они уже тоже были судя потому что писал шекспир записаны в старики вы понимаете о чем я говорю вот опять смотрю вот это вот сердца четырех фильм такой не знаю кстати если книга знаю джека лондона сердца трех а сердца четырех книгу не знаю знаю только фильм где играет серова и целиковская шикарные две наших актрисы и вот там же то же самое та же самая история эти девушки молоденькие а мамашка их посмотрите там показано в двух местах фартуки какая-то старая при старая больная женщина которая только толчется на кухне что-то готовит представляете и вот это тоже этой женщине было наверное лет 50 всего лишь навсего посмотрите сейчас на наших пятидесятилетних вот я по моему но я не уже не могу сказать обо всех как как говорится простых смертных но даже вот наши артисты допустим да вот леру кудряпсов возьмите ей за 50 это же девушка молодая и многие другие так что вот понимаете о чем я говорю тоже интересная весьма тема наверное все таки все зависит от человека можно состариться и в 30 лет а можно остаться бодрым и здоровым 50 я желаю вам друзья всем кто на моем канале всем позитивным оптимистичным людям желаю всем вам чувствовать себя всегда молодыми потому что никогда душа человеческая не стареет стареет тело но за телом тоже нужно ухаживать и беречь нашу оболочку телесную думаю так и давайте будем относиться бережно друг другу давайте уважать чувства других людей и воспринимать мир вместе со всеми людьми позитивно и наверное по доброму относиться к каждому из нас и вы получите в ответ точно такой же позитив и добро добро порождает добро думаю так ну вот друзья немножко поделилась с вами мыслями своими показала вам наш шикарный океан сегодня пока пока смотрите что я вам хочу сегодня показать друзья это из что что мне посоветовали купить в связи с тем что у меня сырость в квартире вот видите дамп трап дамп это сырость трап это как капкан или ну вот ловушка ловушка для сырости вот надо сюда была фольга сверху надо снять фольгу там вот видите такие вот как бы она уже у меня влажностью покрылась ну вот такие вот гранулки они собирают влагу и потом это влага вот туда вниз с сливается вот вот я таких купила три штуки на кухню и в две свои комнаты установлю теперь еще пока по никогда не знала вот вам еще показываю посмотрите есть такой вот хэнгин драм трап опять это от сырости тоже никогда не знала кстати вот мне неудобно одной рукой доставать сейчас достану вам покажу держу в одной руке же я камеру как это выглядит ну вот просто-напросто вот такая на вешалке мешок такой его вешают мир он тоже опять вот эти гранулы там внутри него вешаешь между вещами в шкафу чтоб не было сырости сейчас распакую до конца вам покажу очень неудобно все делать одной рукой он был в пакетике я его достала так вот выглядит вот видите тоже вот эти вот абсорбирующие такие частицы вешаете и сюда вниз наливается вода я не знала никогда тоже мне посоветовали купить сказали что он настолько много влаги набирает что просто по полне у ханик если у тебя вот сыра сейчас повешу покажу в общем вы просто вот так вешаете его шкафу между вещами и конечно наблюдаете как он будет тут наполняться водой он должен всю сырость собрать эти сколько воды видите вот я его сняла принесла вам показать вот смотрите это же просто не знаю может быть кому то кажется что это не очень много сырости да но это же уже целый целых пол мешка и это в шкафу в одежном шкафу она каша он уже все тут задеревенело мой кошмар друзья я не представляю вот такая сырость у меня в квартире ну ладно ничего зато пить как цветы цветут у меня такой сырости цветы цветут вот так друзья еще наверное уже все на этом но еще о сырости посмотрите я вам в конце видео скину ссылочку какая сырость у меня была в прошлом году и какие я таблетки абсорбирующие применяла но там вообще по стакану сырости посмотрите пока пока